В прямом эфире на радио Вести плюс Луганск, программу здесь и сейчас, через несколько мгновений вернемся в телевизионную картинку. Ярослав Замета и Юрий Свидерский работают в качестве ведущих для вас, и наш гость, напомню, блогер, автор телеграм-канала «Журналистика со вкусом» Артем Порвин. Только что пришла новость по ленте «ТАСС». Британские власти внесли в санкционный список патриарха Кирилла. Ну, какая будет реакция на вот эту вот безвкусицу, на вот эту вот, ну, извиняюсь, молодежным сленгом «дичь»? Ну, знаете, санкции уже против кого только не вводили. В принципе, я думаю, самому патриарху Кириллу уже все равно. Ну, а так уже начинается гонение и с религиозной стороны, по факту. Ну, я не знаю, патриарх Кирилл вообще ездит в протестантскую страну полностью, да? В любой стране есть храмы и русские православные, относящиеся к русской православной церкви. Так а что они хотят ему сделать? Запретить? Въезд разве что? Но это единственное, что могут запретить. Ну, если сейчас религию запретить, это уже вообще? Тут, а не берегов будет. Да, тут просто как... Тут уже до крестового похода недалеко будет. Ну, слава богу, не мы этим страдали. Они, кстати, ну, как, я не знаю, протестанты ходили в крестовом походе, были ли? Нет, католики ходили, знаю точно. Протестанты не в курсе, на самом деле, что у них такое было. Но, по-моему, в цивилизованной Англии тоже костры с ведьмами были. Ну да, были. Так что тут тоже вопрос о миролюбивости, религии, христианском милосердии. Подожди, украинская аж церковь, он тоже там что-то пытается отсоединиться от московского патриархата. Но так же ж вопросы застопорился. Ну, да, не, ну они по сути, по сути, по сути, я бы сказал, они возвращаются в свое лоно, да, потому что сначала, когда крестили Русь, это же от Византии шло, да, собственно, вот. Потом была Брестская уния, которая отдала вот ту часть, которая была, там, современная Украина, ну, еще много земель России и Белоруссии современной, да, под власть Попы Римского. Но кому-то это не понравилось в Москве. И была создана русская православная церковь, которая осталась, вот, собственно говоря, настоящим православием на землях русских. Ну, мы же не в том, не в тех веках. Вот, вот, а теперь же, вот, когда ПЦУ обратно к Константинополю, это они, типа, домой хотят. Ну, а потом что, опять в католичество, чтобы их продали? Пусть идут. Пусть идут. Правда. Пусть идут. Тут вот вчера вот заявление Дмитрия Медведева, да, и мне интересно, что после, вот он сказал, говорит, там, пол-энд-лизу хотят сжиженный природный газ Украины закупать у Штатов, именно пол-энд-лизу, чтобы расплатиться за него через пару лет. Ну, и Дмитрий Медведев говорит, мол, а будет ли Украина через пару лет, да? Собственно, то же самое вопрос с ПЦУ. Будет ли ПЦУ, если не будет УУУ? Не, ну, давай так. В любом случае, какая-то территория под названием Украина и останется. Не факт. Не знаю. Думаешь, все-таки будет сценарий с разделением? Нет, я думаю, что каждому региону дадут право выбора, и те, кто, ну, то есть, кем вы хотите быть самостоятельный, с Россией, либо Украиной. Все равно же какой-то процент-то останется, который... Останется. Я думаю, вот как раз вот киевский регион с Черниговым, они, скорее всего, останутся как Украина. Как Украина. Да. Вот почему-то я к этой мысли больше вспомнил. Американцы руками своих европейских наемных работников вынудят Россию пойти дальше, то что Россия просто переступит через вот эту вот киевскую агломерацию под названием Украина, если ее решат оставить? Я думаю, нет. В любом случае, войти войдут, а дальше референдум, как у нас происходит. Нам же тоже не говорят, что нас забирают сегодня-завтра. Нам говорят, народ сам определит свою судьбу. Просто у нас есть осознание, что действительно народ хочет туда, поэтому мы уже, в принципе, идентифицируем себя с Российской Федерацией. Поэтому так и есть. А там уж извините, кто за что проголосует, то и будет. Ну, да, просто мне интересно, насколько люди на тех территориях за кого они будут. Потому что вот мы видим Херсонскую и Запорожскую области, они целиком за Россией. Вот мы даже сейчас смотрим это все и видим. Сейчас давай так тоже говорить. Все равно стопроцентное количество не может быть. Стопроцентного нет нигде. Стопроцентного не было даже. И у нас тоже есть, которые до сих пор еще где-то украинский флаг прячут. Да, ну, в том числе у нас тоже даже, у нас был высокий процент на референдуме за образование Луганской Народной Республики. 98,6. Да, но все равно даже не 100. 100 нет. Вот. Поэтому тут я прекрасно понимаю, что 100% не будет, но вот судя по настроениям, которые мы видим, все-таки больше склоняются в сторону России. Потому что, ну, как сказать, мы прекрасно понимаем, что после 2014 года те, кто не смогли, как Луганск и Донецк, попытаться отстоять свою позицию, они все-таки были зажаты вот в тиски украинства. Кто был за Украину, уже давно-давно отсюда уехали. Ну, откровенно говоря, они собрали чемоданы и уехали. Отсюда, да. Отсюда, да. Большинство из них в Киеве. Вот мои знакомые, которые были там, с флагом украинским бегали, они вон в Киеве сейчас. Все в Киеве. Ну, собственно, я бы сказал, что они все в Киев всегда и стремились. Ну, вот. Поэтому, вот как по мне, вот именно Киев и Черниговская область, они останутся вот этой вот Украиной или окраиной. Я не знаю, как они будут называться. Мне интересно, а на что они будут существовать? Не знаю. Вот это, думаю, на ленд-лиз. Не, просто серьезно, вот если остаются две области, ну, пускай, ладно, там четыре. Ну, Чернигове и лиса есть. И что? Ну, хорошо, за два года они его вырубят. Дальше что? А дальше ленд-лиз. Вот. Просто дело в том, что государство, вот его объединение, которое должно заботиться о людях, о своих. Ведь как жил Киев? Как жил Киев? Киев кормила вся Украина. Будем в откровении. Ватикан же, он как-то живет? А в Ватикан... Там тоже ничего не производится. На подаяние народа. Ну, вот и здесь. Вот, вот, оно живет. Понимаешь? То есть ты думаешь, что будет ПЦУ, будет как... Да, 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 конкретно. Вот возвращаясь, то мы с чего начали. Ну, примерно так и будет. Это, конечно, круто. И швейцарцы будут на охране стоять. Да, да, да. Потому что своих вооруженных сил не будет. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Сдается мне, что просто эта территория выживать не будет. А Украина, как кормила Киев, когда, помню, еще, по-моему, в 12-м году попереносили, все головные офисы заставили перенести в Киев и платить налоги по месту... Регистрации. ...по месту головного офиса. И там получилось, смотрите, Киев зарабатывает больше, чем все остальные Украины. А никто не подумал, почему. Ну, да, поэтому уж и кричали, что Донбасс дотационный регион. Да, да, да. Сейчас, да, не спорю, многим Россия помогает. Но, извините, украинская армия как-то расфигачила всю нашу промышленность. Да, но тут даже можно не только говорить о том, что была промышленность разбита, она, в принципе, просто в запустение ушла. То есть, никто не разбомбил Лисичанский стеклозавод пролетарий. Его просто разобрали по кирпичам. Это да. То же самое касается и остальных объектов. Никто эту территорию, в течение 8 лет, вот так, территория Донбасса, подконтрольная Украине, никто ее не разбивал. Зато астрономические деньги на пропаганду вкладывали. В школу заедь, кто же сватал, посмотри, какое там оборудование стоит. На какое? Интересно. Да там такие плазмы, там такие учебники все новенькие в обложках по патриотическому воспитанию. Издана в Канаде? Ну, вот честно, издание я не помню, но если их полистать, очень интересно все становится и все так по полочкам раскладывается. Почему все так тяжело на самом-то деле? И почему у нас опять-таки в мир играют, а там в войну? Не туда деньги выливались. Ну, вкладывались в воспитание будущих поколений на вот этих вот нормах нацизма и завоевание мира. Ну, нисколько завоевание мира. Ну, давай нацизм с фашизмом все-таки не помню. Не сказал фашизм, я сказал нацизм. Ну, да, но все равно идеи завоевания мира у украинцев не было. Да, мы там, они там кричали, что Укра-великая нация и все остальное, но идеи завоевания мира у них не было. Но вот эта вот идея, что они выше других, это было. Ну, я сейчас смотрю просто на то, что происходит на Украине, вот и вот сравнение с нацистской Германией. Нацистская Германия, ну, а какая она ни была, она самостоятельно построила свою экономику, которая позволила ей содержать самую большую армию в Европе, наверное, за всю историю. Ну, все равно Тумаков она потом от кого получила? От Галапопова Ивана, давай откровенно говори. Не-не-не, я про другое. Что мы видим на Украине? На Украине говорят, мы ничего сами не можем. Дайте нам оружие, тогда мы всем все покажем. Так они и с оружием ничего не могут. Вот в том-то и дело. Понимаешь? Я понимаю. Она до них даже не доезжает. Просто я к тому, что, ой, на что Украина будет существовать, это мне просто вот то, что от нее останется, огрызок, на что он будет существовать. Если сейчас уходит, скажем, ну, полость, весь Юго-Восток, который Донецк и Криворужскую Республику, в принципе, присоединяли к Украине, чтобы она могла на что-то жить в свое время. Ленин для чего ее отдал? Такой подарок жирный сделал Украине. Для того, чтобы она могла хоть на что-то жить. Нет такого понятия, как аграрная сверхдержава. Их не существует, в принципе, в мире. Ну, будет Димбабве голодающе. Тут, кстати, не будет, не факт. Вчера я тоже это заметил. Я, как вы уже высказывался. И очередное подтверждение. Как только началась спецоперация, начал маячить продовольственный кризис, представители стран Африки начали звонить в Москву. И начали договариваться напрямую, без Европы, без хабов каких-либо продовольственных. Напрямую вчера в очередной раз президент ЮАР позвонил Владимиру Путину. И говорили, до этого были Алжир, Тунис, Египет заявляет об этом. Это к тому вопросу, что весь мир против нас. Весь мир против нас, но почему-то остальной мир с нами договаривается. Да, там есть спорный момент в плане цивилизованности, но почему Запад считает себя цивилизованным, а нас нет. Вот это вот очень интересно. Вот, и при этом мне тоже нравится позиция Германии и Франции, одних из главных таких санкционных, в санкционном авангарде. Ну, от газа же не отказались, замерзнуть боятся. Да, не то, что не отказались, они увеличили покупки и газа, то есть и других продуктов именно Франция и Германия. Так ты посмотри, как на Западе вообще риторика сейчас меняется. Уже в открытую говорят украинцам, идите на территориальные уступки, договоритесь вы наконец-то, может и останется эта Украина, которая хоть на что-то сможет существовать. Но вопрос в другом, даже если она и останется, и будет на что-то существовать, как она с долгами будет разбираться? Ну, последнее. Особенно вот которые вот с февраля сейчас натыкались. Никто же бесплатно оружие не дает. Не дает. Все под кредитные какие-то обязательства. Да, причем я тоже вчера обратил внимание, но по поводу этого ленд-лиза уже начали поставлять там локомотивы, вот сжиженный газ. То есть условия ленд-лиза какие? Все, что останется после военных действий, за все вы заплатите. А судя по тому, как вооружение либо переходит в наши руки, либо уничтожается на поле боя, то по сути вот все, что туда прислали, платить не за что будет Украине. И поэтому предполагают им поставлять то, за что они все-таки должны будут заплатить. То есть это газ, это локомотивы, я так думаю, еще что-нибудь там, сельхозтехнику какую-нибудь придумать, ну, что-нибудь другое. Потому что прекрасно понимают ситуацию. Самое интересное, что там и цена-то не прописана. Да. Окончательная. То есть понимаешь, ты можешь комбайн потом за 10 миллиардов купить. Да. О, что самое интересное. Ну, это вот Америка вот так вот тут делает. При этом выдвигает условия для того, чтобы этот ленд-лист дать тогда. Да. Когда они говорили, нам продовольствие нужно. У вас там где-то 20 миллионов тонн зерна, его надо вывести. Так они его вывести не могут. Ну, просто страна ни на что не способна. Она не может даже банальные проблемы решить. Да. Она не может банальные проблемы решить. И вновь возвращается к вопросу. Когда останется огрызок, на что он будет существовать и как он будет существовать? На ленд-лист. Вот повторюсь, он будет существовать по ленд-листу. А платить за него как? А платить за него будут американцы. Уже возмущаются. Вот бензин какой-нибудь там. Почем бензин там сейчас в Америке? Не помню. Я уже даже не слежу за тендерами. Последний раз, когда было, 7 долларов за галлон. Это вот последний раз, когда я видел, проверял, сколько там цена. Сейчас даже не знаю. Уже просто неинтересно. Ну да, по 2 доллара за литр. Шикарно. Почему нет? Да, и при этом, как это бы это назвать, это путинский налог. Да, путинский налог и во всем Путин виноват. Но не санкции, а Путин. Лично, лично уже мемо... Лично приехал и бензин сливает. Нет, нет, уже мемо по сети гуляет. Это такой, повысить бензин в США, указ. Указ. И все беспрекословно его выполняют. И все беспрекословно его исполнили в Штатах. Да, это уже действительно становится мемом. Как долго, на твой взгляд, вот эта, не знаю, агрессивная эйфория, я бы назвал это так, Европа и Америки будет продолжаться? Европы, думаю, до зимы. А дальше ростков в Евросоюзе. Ну... Понимаешь, в 90-х Запад развалил совок, а теперь наша очередь развалить Европу. Ну, они сами развалятся. Такое ощущение, что Украина это банановая кожура, на которой поскользнулся Евросоюз. Да, по факту да. Ну, откровенно же говорим, мы же не с украинцами воюем-то на Украине. Оружие чье? Наемников сколько? Ну, деньги опять-таки чьи? Чьи? Тоже. И, собственно, благодаря вот этой вот войне, чем Украина вообще стратегически важна? Это такой вот своего рода аванпост между двумя цивилизациями. Западным и Восточным миром. Поэтому и такая вот ситуация происходит там. Ну, плюс Британия и Штаты, ну, так очень основательно разваливать Евросоюз. Британия начала еще до начала спецоперации. Да, Brexit вспомни. Brexit, вот. А сейчас вот вчерашнее заявление представительности США о том, что Соединенные Штаты поддерживают идею объединения Британии, Прибалтики, Польши и Украины в отдельный союз. То есть Евросоюз уже все, уже поставили на нем крест и Британия, и Штаты, все. Так конфликт же уже и с кандидатами в Евросоюз пошел. Грузия возмущается, с чего это Украину пропускать вперед-то мы должны. Мы по многим показателям идем вравне с Украиной, а по большинству даже превосходим некоторые действующие страны Евросоюза. Да. И их не принимают. А на Украине начали стрелять и все. И типа даем им статус кандидата. А Шольц какое заявление сделал? Шольц сказал, что страны, кандидаты на членство Евросоюза должны вводить санкции против России. Без этого никак. А Грузия сказала, не хочет вводить. И Турция говорит, не хочет. Правильно делает? Ну, на самом деле правильно. Я вообще был удивлен, когда в начале спецоперации вдруг Грузия говорит, мы не будем вводить санкции. Я был удивлен, что Турция тоже этого не делает. Ну, Турция, понятно, у них... Подожди, страна член НАТО. Она страна член НАТО, и это я прекрасно понимаю. Но вводить санкции, когда вот только-только началось налаживание отношений с Россией, ну, бессмысленно. А вот Грузия была... Я был в шоке. То есть Грузия одна из недружественных стран России. И тут щелк, мы не будем вводить санкции. Я такой, ага. То есть в Грузии решили все-таки включить мозги и решили все-таки наладить отношения с Россией, понимая, чем закончится спецоперация заранее. Ну да. Проходит время. Я прихожу к маме, она телевизор смотрит. Я телевизор просто не смотрю, мне думаю, его даже нет. РЕН-ТВ. Сюжет в новостях. Это абсолютно... Это рекламный сюжет. Отдыха, отпуска в Грузии. То есть уже результаты, собственно, для Грузии есть. Самое интересное, что вот мои знакомые россияне все равно планируют на отпуск. Ну, кто ездил, собственно, в европейские страны, так туда и поедут. Никак это на них не отражается абсолютно. Они берут туда и едут. Ну, они же в санкции в список не входят, они же не патриарх. Ну да. Да, они же не патриарх, поэтому они едут спокойно. Поэтому, в принципе, от этих санкций смысла ноль. Ну да. Выхлопа никакого. Ну, давайте я вам в завершении еще одну прекрасную новость прочитаю. Польская фирма обманула фонд «Украинская семья», заказавший топливо для ВСУ. У нас большая проблема – ни денег, ни топлива. Сегодня мне сложно представить, что могло случиться так, что в Евросоюзе мы официально заплатили деньги, получили счет и были обмануты, говорит сотрудник фонда Андрей Савва. В настоящее время связи с польской компанией, которая присвоила себе 40 тысяч евро, ни у кого нет. Смешные такие. Откуда в Польше топливо? Там теперь популярные ветки, валежник. Дело в том, что, знаешь, когда говорят о коррупции, я всегда вспоминаю… Это когда Ющенко еще был? 2010 год, по-моему. И тогда была подготовка к Евро-2012, и вот говорили, вот НСК Олимпийский никогда строить не могут. Вот такие-то самые рассказывают, что в Польше происходило в это время. То ли в Кракове, то ли в Варшаве, там стадион нужно было… Ну, где-то там нужно было построить его чуть ли не с нуля. Фирма выиграла тендер, взяла деньги, наняла субподрядчика и исчезла. Все. Я говорю, Евросоюз, учитесь, зачем воровать маленькими суммами, если можно воровать стадионами? Кстати, сейчас Евросоюз переживает очень о судьбе оружия и вообще поставляемых денег. Говорят, коррупция была еще до того, как… до начала спецоперации. Конечно. Когда 40 миллиардов долларов США выделяли, я вот считаю, собственно, номенклатуру, я 13 миллиардов не досчитал сразу. Это только беглый взгляд, заметьте, не специалист. Да. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, нашим гостем был журналист, блогер, автор телеграм-канала «Журналистика со вкусом» Артем Порвин. Мы уходим на небольшую паузу и продолжим наше вещание.